ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП КОП. Ты точно знаешь, кто победит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова здравствуйте, дамы и господа. Рад приветствовать вас на трансляции SL I-LOOK Invitational Shanghai Open Masters 2017 года. Это европейские квалификации полным ходом. У нас уже второе BO3 по ходу сегодняшнего игрового дня. Ну и коллективы Pride, Alternate, свой пик уже поляки забрали. Ну, как бы сделали это по концовке тяжело. Давайте будем откровенны, как бы там все не складывалось и как бы в них не верили букмекеры, то та же самая площадка EGB.com, например, дает коэффициенты, ну, не сказать, что разгромные, но, тем не менее, уверенные на победу именно польской пятерки. 1,40 на... Да что ж такое? Вот она, табличка. 1,40 на 2,59. Но проблемки были. Проблемки были по ходу, благо с ними при помощи таймаута все-таки Pride справились. Train забрали, вход теперь Mirage. Alternate на собственном выборе. Ножевой раунд выигрывают. Ну и логично предположить, что выбирают сторону защиты. Посмотрим, насколько он у них сильный. Я, честно говоря, этих парней давненько не видел. С Pride-ами побольше знаком. Ну вот, не самое очевидное, кстати, развитие событий. Через мидл решила атака, заходить на точку А посредством молотого окно, но минус-то оттуда однажды уже прилетело. И вот такими вот интересными путями потихоньку от поляков остается меньшинство. Их уже трое, но точка А под контролем. Бомбы вот-вот поставятся, и будет у нас выбивание 5 в 3. Устоят ли? Вопрос в этом моменте Ритц, Луз и Морельзи. Ну, все по логике вещей неплохо. Альтернейт, да, с разменом один в один, осталось двое. Причем бомба от своего прилетела? Нет, не от своего, благо, с Тетриса. Позиция логичная. Бомба открыта, один в яме, один на Тетрис. Надо давить, и можно было бы, наверное, даже и зарезать, но не стали жадничать. Четко, четко контр-пистолетный раунд Альтернейт. Но на самом деле все очень просто получилось. Такая, с одной стороны, наверное, классная, но опасная задумка. То есть выйти на мидл и кинуть в окно молотов для того, чтобы пробежать поближе к коннектору и сплитом зайти на точку А, реализация подхромала. То есть не будь с первого хэдшота на пермидл, и все бы сложилось по-другому. То есть 5 в 5 заходя, знаешь, что чувак находится на окне, он не может высунуться, потому что там горит молотов. Ты в этот момент занимаешь джангл, даешь ему по голове, и все, и точка А твоя. Но сложилось, видите, все по-другому. Как бы придумать можно одно, а вот реализация совершенно другое. Штраф-контроль. Кстати, непонятно, почему Том до сих пор топчет эту грешную землю, бренную. Потому что вроде бы армора нет, и скаут залетел ему в душу, но, видимо, прострелом через оконный проем пришлось. Опять мидл. Массировано мидл раз от раза вот давят, давят, давят. Видимо, скорее всего, мы будем такое видеть и на девайсных раундах. То есть постоянно давление на эту точку. Осталось 1,1 человека. Последний здоровья. Последний на фарм. Морельзи, минусон. Изичайший. Пока все очень смотрится легко и комфортно. Но это не гарантия того, что все будет развиваться точно так же и далее. Бомб была поставлена, поэтому очевидный третий раунд. Закупным является для поляков. И вот теперь посмотрим, выдержит ли напор. Так, смотрим. Кстати, с другой стороны, все, что было закуплено до этого, остается. Единственное, что сменилось, это скаут. Есть три фомаса, и от этого активная схема. Активная схема дважды не работает. К одному и второму хэдшот. Хороший здесь, от Миниса. Пошла вода горячая. С ТФН, он абсолютно не виноват в том, что произошло с его тиммейтами. Они решили... Ну, тоже нельзя сказать, что что-то неправильно сделали альтерней. Имея на руках не самые крепкие девайсы, они решили играть первым номером на инициативе. Придумка была построена на том, что поддавят ковры. Уберут там кого-то, заберут калаш. Окей, причем в перспективе очень классная позиция. Если выходит яма и коннектор, ты все равно у них оказываешься в спине. Нет, не сработало. А дальше попытались максимально быстро сквитать оставшееся численное меньшинство на миду. Там также были поляки к этому моменту готовы. Претензии на мидл и на пистолетах, и на пистолетах против фармганов были. Ну, вот то, о чем я говорю. Как только девайсы появились на руках, у альтернейт возникают серьезные проблемы. Еще и достреливают последнего СТФНа. Ни одного девайса в следующий раунд так унесено не будет. С экономикой не самые приятные шлуки происходят. Альтернейт погибал частенько Сайрсон по ходу всех раундов двух предыдущих. Ну, вот у кого больше смертей, смотрите. У кого по две, у того совершенно нет денег. У Зи Фэна, Сайрсона, у остальных чуть побольше. Но это бедненький. Бедненький бай, если бы хотели его делать. Поэтому, прекрасно все понимая, просто-напросто будут играть даже без арморов. Одна единственная флешка в распоряжении у Хюндона, и все. Опять в мидл. То, что умеют... Здесь слишком много народа. Было три ствола из коннектора. Выпадают, благо, три лица. Доктор Пропер веселей. С ним станет в два раза быстрее. Нормально. Пойди все с верхнивыми, да, да, могло бы сложиться все абсолютно по-другому. И, может быть, Альтернейт бы этот раунд и забрали. Но проход синхронный через подвал и, по факту, спина для Рица. Классно собрал всех в кучу. 2-2. Разменялись раундами. Как только девайсы появились на руках у поляков, все у них пока что складывается неплохо. С ВП этот раунд для Сайрсона будет. Но я уже отмечал тот момент на трене. Не очень уверенная игра с снайперской винтовки. У него была... Когда, понимаете, это вот как в хоккее. Вратарь половина команды, есть такое выражение, да. Так вот здесь АВП тоже примерно половина команды. Когда твой снайпер сам в себе не уверен, а ты в нем не уверен, тем паче, то, ну, как бы он закупается, деньги тратятся. Но это все выглядит как страдания, мучения какие-то. Первые неожиданные и неудачные события для Альтернейт. PCFN. Минус уже в этом раунде. Опять-таки попытка прочекать, что происходит на меду. Заканчивается для него фатально. Директор совсем не хочет работать. Бомба ставится. Безконтроль на точке А. Тут впору сделает такой, знаете, на воле. Датский сейв. Потеряли одного опорника, дальше не стоит соваться. Напомню, там с деньгами-то сухой ноль. Ну, вот, ребята. В таком узком пространстве друг за другом. Нет, все равно фраг делают. Минус ритц. Проходит, тем не менее, Сайрсон. То, о чем я говорю. Сидит человек, смотрит в прицел, знает, что с Делпана будет кто-то прожимать сити-спаун. Возможно, любопытство. Возможно, эта позиция, от которой наоборот не попал Гудоталкинс, выходит и получает по голове. О-охо-охо-охо-охо-охо-охо-охо-охо! Да спрей его! Ну, паника полная, хаос. Неконтролируемые. Теория неконтролируемого хаоса. Боже, я хвалил Прайдов, но что они сотворили, это просто дичь. сто процентов должны были выигрывать к по прайд в чат если болеешь за прайд нормально завози что называется раунды полное безумство поехали опять опять со старта мир занимает противовеса вп стоит отметить все таки нет у команды альтернает на этом раунде как бы они предыдущие не выиграли с деньгами у них все не устаканилось и выигрывая этот все равно опускаешь экономику на уровень ниже и придется им страдать на вычисления точки б пошли причем такие позиции довольно таки ну два по флангам трое мидл классическая схема на отсечение всяческих контратак плюс контроль меда в перспективе это сплит на любую из позиций где-то размен придется в пользу флангующего но здесь минису залетает по голове и он уже не столь активен как изначально хотелось бы ему быть придется ретироваться в обратном направлении что собственно и происходит теперь без фланга б будут играть еще и стей фан готов ворваться если вдруг это будет масса полетели к поправить в чат медлит медлит прайды также важен этот раунд как вдвойне важен альтерней была у нас такая борьба качельная и по ходу первой карты первые ее половины никак не могли определиться с лидером по забранным раундом качели один в один раунд туда раунд сюда работа экономику четко позиция на сэндвич работа без мина решили кстати к разыгровке этого раунда четко забирается опять-таки плент под контроль старт неплохой бомба ставится но с ретейками дела обстоят немного хаотичного прайдов хорошо минис с распилом от мода абсолютно он и не нужен был потому что авик этого парня не ждали почему вопрос еще о втором знает хороший молотов на выкуривание не жилец корица остается последний минис бомба под него на два соперника он высовывается получает жесткий дэмэш понимают что это дэмэш был на нему ну вот как ты выиграешь этот раунд по разводят на прыжок еще убивает и бомбы в этот момент диффузится 42 пока немцы конечно нравятся больше возможно это обманчивое явление только лишь потому что играют за сторону защиты у них проблемы будут еще большего порядка до с атакой но с ретейками у этих парней полный ажур и пока на ретейках они выглядят как сила превосходящая в разы своих оппонентов ставящих бомбу раз от раза кстати тайма он залетает от немцев возможно сейчас будет обсуждение тактически технически я не успел заметить тактически кстати ну тогда возможно будет обсуждение как раз таки начало раунда потому что немножечко уже стали привыкать начали привыкать к тому что однообразные схемы давайте будем откровенны прайда разыграют то есть у них есть раунд котов от которого они отталкиваются база выход на миду они попытались и немножечко варьировать и пытаются делать это раз от раза но alternate уже все понимают то есть изначально пассивная игра на миду без траты запаса по гранатам просто-напросто на контроль понять куда пойдут одного убить или разменяться один в один дальше с ортеками проблем не будет а вот то что они делали вначале когда два раунда про это забрали когда один шорт активно второе окно активно 3 коннектор активно вот этого не стоит делать вниз вот смотрите то о чем я говорю видите кого-то на миду и я не вижу и все нормально с фланговыми схемами опорники плента b принимают на минус 2 своих соперников еще один фраг в активе единственный кто проползает это минис он конечно молодец и хорош но далее скорее всего по идее должен покупать живет как может парень вот медаль за отвагу тиммейт это должны единственное холповать хунда на так или иначе выбирая через лавочку прострелом голову уже не все так печально 2 в 4 переворачивается на 2-2 торчит позиция спине но она себя уже открыла делаем минус паридзу да выбивая бомбу и давая некоторый простор но сверх опасно минис может и настрелять соваться не стоит бомба по-прежнему не поставлено 50 секунд до окончания этого раунда заметить вниз и зови на тупой и вот под этот байт работает как раз таки наконец таки а в п с айресона ставить жирную точку в нем 5 в 2 рабочая схема работает парню в чате дали бан на 10 минут это что капа пройдет он фанат пройдет свободу попугая я все сказал так мы смотрим как же будут прайды теперь справляться с проблемами я не знаю дошло ли до них понимание что немножко не в то русло они играют но пока об этом говорить рано потому что просто напросто пистолет на руках единственно нет дважды арморенный лиц и минис правда первые арморы но тут какая разница хотя нет разница то большая мки там на руках севленных калашей всего лишь одна одна целая штука план минис дорогостоящее на самом деле раунд если бомбы не поставить ой-ой cfn анкопулеметчик немецкое исполнение на пулемете всех бомба до пункта так и не дошла бескровный раунд 6 2 3 кратное преимущество пока комфортно справились проблемами главное что понимание дошло вовремя в этом стоит отметить альтернает ждем паузы наверное прайдов пока таково не следует пока думают что походу решат все свои проблемы но без а вп в этом а потому что мы видели по первой карте в это надо нужно вот она очередной массирование расплох застать коннектор не удается cfn внимание отвлекается как раз таки туда но тут от ямы также глаза на этом моменте кстати на перетяжке тизяной поймали можно заходить можно заходить и звену под это все дело до работать вот в каком направлении вопрос непонятно подвал пошел назад бомба к телевизору стягивается в этот момент выпадает минис из лада рума и центральную позицию на теперь занимается сечением халпы любого плента может работать звено как раз с кисбомбой выбирать себе под прицел точку а туда и будут идти до конца ну и кстати очередная спина в спине стфн пока не видит соперника из-за того что есть мог но предрасполагает что он находится где-то рядом с ним нелиберальный ему бот дает баны закапывал так ну минис загулял а вот теперь два тиммейта выходят из яма и есть что ни на есть самая опасная позиция в перспективе от сайроса cvp на коврах бомба ставится в открытую интересно куда будут на ее сейф ходить поляки уходят джангл окритировался все неплохо риц ищет себе второго думает что опора идет с точки б а тут можно было шашлычить ну немного не залетает он остается последний против края все его позиции весом заметили он дезавуирован ликвидированный все абсолютно понятно было окончание этого раунда 7 2 третья карта дамы и господа инферно хотя вот понимаете я считал что у прайда все намного лучше с миражом но тут тоже как тебе позволяет играть соперник то есть была бы против них какая-то другая команда которая бы вот мид не отдадим и ходила бы и погибала туда тогда до 0 торнайт вовремя перестроились поняли свои ошибки молодости вакейшн выпишите бан этому молодому человеку этому тоже два килла в раунде и оба через но правда давайте будем откровенно 2 все таки не совсем через мог сайерсон сначала навел сначала увидела потом лобковой курю курек курок борьба за мир работает из пост ковров кстати в связке неплохо работает разменялись по факту для себя равноценно моральзе бомбы на руках у него нет она за спиной у него нащупал своим телом я так под хорошую флешку в торец ну и пошел на вычисления господин сайерс немного крибоватый смачок тем не менее хороший штраф дэмэдж по сайерсону и теперь он будет дважды думать что делать дальше понимает что отек также здоровье этим прострелом зацепил свою зави и пытается реализовать возможность прострела через коробки но это ему моральзе сделать не дал подарочная вп окончания этого раунда ну и в актив для прайда целиком до санер 01 целиком тем не менее катастрофичных экономики катастрофический раунд для немцев не становятся и вот теперь можно поактивничать кстати работали давно уже на имидж вот после взятия той самой паузы когда получалось отсутствовали на миду где альтернет на миду отсутствует а вот теперь сыграв вот на такой имидж до с отпусками до прорыв был неконтролируемый для поляков за счет чего вы по себя реализовала целиком и полностью безразменный минус что-то посыпали спрайды они вот со своей схемы теперь не знают что делать причем отрезана яма по точке б также есть инфа что никого нет ну и занятие меда когда тебе отпускают специально welcome to middle и тебя ждут просто-напросто по проходу в планты заметил стей фэн стягивает тиммейта там граната полетела понимают что в яме никого не ты спаунешь что это сто процентов точка б можно поджимать тизен аки конь по полям несется уже хлоповать но тут он может и не понадобится ибо тиммейты опорники плента б справляются как всегда четко для себя плюс третья хлопа стягивается человека просто гоняют том 223 новичок коллектива прайд с бомбой на руках вагон времени но слишком много глаз смотрящих на него и а в п четко последний минус сайерс спасибо так 83 шутки сторону первая половина уже интернет и пока без паузы поляки плывут по течению правда вниз интересно что вот это вот кривая тропинка их может завести просто в разгром на первую половину вообще со счетом 12 3 и будем смотреть эти карты инферно нам-то дольше вечер к с и праздник с и будет продолжаться интереснее но кэфчики то надо оправдывать ожидание польского локи которая за тебя болеет смоленскую поперла изичайший раунд тропы пошли о губу друзья ну ничего не могу сделать линия перегружается ли что-то только дропнуть стрим и возобновить его если есть проблемы пишите конечно об этом понимание происходит ну я вижу это проседает так ну и смотрите когда с пистолетами на руках ничего не страшно выпадать на битву здесь тык и альтернейт особого успеха не добиваются теперь а в п под контролем и миниса и армор там абсолютно не будут убивать 22 . б под контролем была бы бомба было бы все шикарно но бомба как вы видите находятся в распоряжении оставшегося звена тизен и cfn и и естественно до конца этого раунда не отпустят как будут выпутываться точнее будет единственном числе уже выпутывается минис ну два фрага игра в тело то что нужно под собой соперника естественно будет ощущать на таком тайминге чтобы кто-то подожмет телевизор при наличии лежащий бомбы на меду сложно представить минис также этого не не думал о том что так будет легкий фраг по факту 10 3 уже знаете сколько зрителей на трансляции 3 семерочки я все жду жду пауза прайта ее все нет и нет жадные на паузу хотя с другой стороны чё обсуждать так все понятно не первый год знакомо что называется прекрасно изначально сюда конечно качественно было бы молотов положить не сделали этого два фрага получили в распоряжении альтернете мне большинстве остаются прайды можно дорабатывать этот раунд до победы бомба уже находится на точке а только теперь халпующее звено вот она несется волосы назад там парень живет как может отбивается сразу от нескольких позиций как ему кажется на самом деле это мы видим что джангл и коннектор у ридзо в стыке но бомбы не будет поставлены пока тиммейты не подойдут и не за контроль этому телку в распоряжении у этих тиммейтов ни одной гранаты нет поэтому только между звуальные контакты и стрельба все вот они бомбу можно ставить все равно страшно уходи и дверь закрой сайерсон самые нужные моменты почему-то скилл покидает сайерсон то ли ладошка потеет то ли но знаете просто психологические типы такие что ответственный момент из таких вот людей жесткие профессионалы не вырастают здесь ну как бы ты не должен не должен бояться абсолютно ничего три топора а парням из прайд впору задуматься о том что это выпады поискать но решили просто по рабоче-крестьянские унести свои жизни здоровье вместе с ними девайсы следующий раунд легкий перед роб проблем особых не возникнет дольтернет на последний раунд первой половины так или иначе бай будет не самого крепкого характера но все все очень хорошо есть две пары диффуз китов развод по пунктам единственных фамас хюндона особой роли не сыграет больше интересно добьются ли группе пятый раунд моряки решили удивить своего соперника один выпал через молотов точнее до его разгорания а другие не пошли хорошо бы халпануть было тиммейту можно расстреливать остальных видите убиваешь босса и все остальные не идут одному мешает смог на коврах другим флешки хаешки перенакидывал прекрасно понимаю на радаре все засветились по дэмоджу или не все ствн все-таки рассчитывает что кто-то пойдет на точку бы ну теперь конечно таймер таков что это может произойти опасно чекать яму понятное дело отдаваться не очень хочется близко стоят но на этом как бы и все у него заметили металл хюндон своим фомасом передает формацию прайд подустали за сегодня давайте без этого только просто 2 будет точнее что они там был один сыграли на холкейс вот устали просто неплохо cfn высунулся на инфу причем подсадка в окно работает до конца здесь каждый следующий любопытный станет клиентом морга такая спец акция от польского звена оставшегося подумать что тизиан сидит до сих пор в ниндзя никто не мог тем не менее . забрана под контроль легкий тапчик от миниса в окончании этого раунда все-таки 5 раунд для себя забирают можно сказать что лузовый минимум есть у прайд и ну рабочая что ли первая половина хотя могли бы взять и больше на самом деле но в этом моменте стоит отметить немцев насколько они быстро перестроились отдали два девайсных я напомню третий раунд но по счету был оружейным его взяли поляки взяли следующий раунд все на этом и после этого эти какая серьезная пауза была в 5 потом один взяли потом опять-таки пауза в 3 и 2 уже последних подтащили еле-еле как же кайфово смотреть когда кастер общается сейчас она больше не с кем друзья у меня в студии только стакан из кофе кондиционер и выйдет так пистолет на раунд такая простецкая russian схема рожки от alternate пока работает конечно с запинками остается единственный стфн он за лавочкой о нем прекрасно знают и по голове ему прилетает от минис но не получилось что называется то есть мы это запасной план мне ну что он в первую очередь вы конечно конечно же на первым на первых праху пообщаться с кондиционером старых со стаканом чат всему голова друзья вы главные во всех трансляциях запомнить не было бы вас не было ничего поэтому поднимите свою самооценку на уровень выше так ну и смотрим как будут теперь alternate выпутываться бомбы кстати не было вот если прайда все-таки ту самую пресловутую то поставили свои проигранные пистолетки в первой половине то alternate без этого поэтому логично предположить что от них полный форт так оно и происходит пытаются на контакт быстро ворваться под точку б но полетели контр-флешки во-первых затормозили во вторых хороший зазор урица подходящим первого урабатывает второго на коврах заметил еще одна флешечка попытка ворваться и кстати должна сработать так и не происходит минус ритц трофейный что у него там фамас получает под контроль атаку этот раунд можно выигрывать 4 в 4 по-прежнему плюс вот этого парня убиваешь ну конечно с такого-то фанаса не убить я же поперху прощения прайды тизян один против всех знают где он на неактивную игру боже он забирает чувака который диффузил бомбу времени все меньше диффузки ты есть конечно на руках морозный абсолютно диффуз этой бомбы свершилось чудо на волоски от смерти тем не менее пройдет когда он забирает еще и девайс по тропу луз ой-ой еле-еле душа в теле раньше я помню была распространена шутка про луза что как назовешься так и играешь но тут не про него матч на паузе моментально пауза залетает причем залетает от а техническая ну все прошу прощения хотел только знаете описать схему которой нет додумать за парней ну раз техническая то ни о чем не говорящая она как только справиться с проблем давайте наверное пока есть небольшая пауза наш вечер замечательно подходит потихонечку концу это последняя будет три на сегодня там я так понимаю у ленина на халкейсе вообще все завершилось поэтому давайте о завтрашнем дне поговорим завтра у нас на повестке дня те же самые европейские квалификации селли конвитейшнл shanghai open masters 2017 будут играть замечательные господа из года цента game это первая игра вечера 18 00 по киеву москве и минску вторые на помост выйдут финны хаву или хаву против эпсилон по идее если я ничего не путаю возможно там кстати эпсилон не будет но первая игра точно будет кстати интересный состав у хаву я там прочекал есть у них такой парень у него ник сергей а фамилия сало у него классная статистика ну просто прикольно обычная фамилия для финляндии а нам смешно сергей сало просто поэтому рекомендую за этими друзьями понаблюдать был бы слоем он бы бился в конвульсиях от него точнее от его фамилии ника так но это из европейской квалификации помимо этого помимо этого помимо этого наверное халкейс на завтра на этом все или все на этом но вот европейские слова завтра точно будут по крайней мере 1 будет речь довольно громкие имена хотя явными творить естественно являются гуценты финная game смотрится здесь скорее всего как явные да грубо это не грубо не буду ладно говорить ну просто как аутсайд но тем не менее welcome на star ladder 5 завтра ну а вообще все анонсы естественно читайте в социальных сетях через слэшка ssl tv будь то фейсбук вконтакте ну и на сайте star ladder смотрим что будет дальше со своими тех травмами прайды я надеюсь справились возможно это было и такая завуалированная тактическая пауза дабы не тратить ее но тем не менее пообщаться что делать дальше кстати смотрите раунты закончился один в один по факту точнее даже эти оба выжили бравых молодца одинаково с ларца но понимаешь что давление на экономику соперника стоит оказать альтернейт поэтому массированная закупка все на что у них хватало они деньги потратили а именно две импишки цзшка галил и дигал если этот раунд выиграть то мало того что можно под контроль получить трофейные чтобы то ни было а там тремки как минимум ну а во вторых оставить соперника без закупки на следующий раунд и заканчивать начатое уже такой более-менее свободной манере по этой концовочке так выпад у нас на точку б но тут еще два опорника конечно непредалимое препятствие более что халпа максимально быстро стягивает правда удачно для себя разы разменялись альтернейт но вот не понимают откуда ждать беды бомба не поставлена там лежит шторка из мака на зигзаге нужно дождаться и рассеивания дабы прочекать а если кто-то не понять для себя будет ли это он ли кухня или все-таки двумя фронтами пойдет ритейк серьезно ой-ой но боже неприятненько такой фраг и игры может стоить по тиммейту не распознал в тиммейте тиммейт друг прости но поздно как говорится бог прости тем более друзья что я оговорюсь тут же все-таки сингл элиминейшн закрытых квалификациях целой лиги проиграл был 3 давай до свидания и 2 шанса никому дано не будет обидно обидно понятия все ставки были поставлены на предыдущий раунд то есть взяли бы 11 был бы счет 17 денег у соперника нет 12 7 выигрываешь девайсный на счете 12 7 13 7 денег опять таки нет 14 7 ну то есть поступательно аккуратно раунд через раунд закупка и все на этом игра закончена свой мираждый драйв встретимся на инферно но как еще прежнему остаются не иллюзорные шансы на 5 обо ставится неприятное событие до через маки дважды до позже проект ну и вот что-то мне страшно за того кто будет нет все-таки доносит взрыв пакет до тачдауна даем это так но дальше 32 на коротке зачем не добивают позиции остается последний сайерсом причем даже не с вп то синего с вп то было не качественно особо таки образом шли а тут не вообще на руках горилла минус он кастер стал как-то хаффедри обман когда не считаешь хендана за тиммейта отличная шутка кто не смеется тот будет забаним чате а я посмеялся вот понимаете насколько может решить исход микромомент убил тиммейта казалось бы что такое ну проиграли раунд забыли плюнули а если не плюнули то взяли паузу и забыли но нет так ну теперь пистолеты только лишь все на что могут надеяться причем деглированными закупка и было ориентированная закупка убивает кстати двигался блоки и а теперь и дегл прострел кстати 2 1 серьезный такой раунд получается очень дорогой для прайда до бомбу не дали сопернику поставить на три девайса потеряли смотрите на деньги это последний бай в любом случае сейчас если парни из альтернает его берут и дальше могут наклюнуть проблем как говорится зачем рекламировать хлеб то о нем и так все знают ну теперь тождественный счет 10 10 раунд критической важности первую очередь наверное для альтернает первые минусы для себя начинают поляки все неплохо законтролировали виду причем делают это очень аккуратно но ключевая точка на верхней миду занята лучше бы было ее не покидать бомба именно там находится под телевизором где-то еще не факт что не пойдут на мидал игроки атаки тем более что пытаются сделать это двумя фронтами изначально инициатива отдана как раз таки проходу через подвал и вот вторым номером должен сработать мидал а где у нас человек то на виду затерялся а он все ушел коннектор загнали в ловушку красавцы правит в этом моменте то есть сделал фраг ушел его там ищет аж в четвером этого парня который первый фраг сделал лукс это был ну и за это поплатились смертью еще одного тиммейта тут ответка неплохая с айреса но в пс точке б работает четко причем подарочная бомба выпадает это плюс инфа тиммейтам все равно тут можно не беспокоиться за б потому что есть позиция на кресле есть и в п в планте а в п без промаха у мини с проблем с этим компонентом нет а тиммейт его на кресле также не пропустил еще одного 1110 немцы отдают раунд это вот после того этим кило как бы все знаете пошло поехала покатилась это вам не трейн это абсолютно другая карта тут ползучка не прокатит смотрим душесчипательная атака вот альтернейт этакий стиль спящая черепаха фейк смачок на коннектор и что под этот смог я просто пытаюсь понять что пытаются выжить из этого но окей смог на коннекторе есть чувак как стоял возле коннектора так и контроль проход по миду там зазоры я так понимаю есть все-таки он видишь по зигзагу никто не прошел никто кстати вот все теперь я понял что выжили трое на точке а так и оставить под плантом я не чекается опасливо стоит парень под коврами зароляла молодцы можно ставить бомбу скорее всего нужно сохранить свой девайс вот теперь точно об этом задуматься оставшиеся выжившие поляки после этого апокалипсиса на планте b понимаете единственный смог на коннектор смутил настолько серьезно прайдов что они поверили в то что это будет мид плюс яма на точку а да сейф это знаете ну блин я даже не знаю как это описать то есть кто-то готовит раскидки там смог на делпан смог на стерц смог джангл смог там еще куда-то молотов под ковры флешки 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 выходим тупо немцы подходят по точку б кидают фейкс мочок на коннектор и все и поляки как вкопанные а у немцев да нет прикольно придумка единственно мне непонятно почему на эту удочку повелись и клюнули то есть что нужно было сделать в этой ситуации человеку под коврами нужно было подойти в яму ну или тиммейту накинуть там с коннектора с делпана флешку в яму ну просто прочать никого в яме ну а это точно не даже лежащий смог на коннекторе не должен вводить заблуждение побрезговали активностью 4 единицы на табло абсолютно ничья тут еще вот непонятно чем все это дело закончится потихонечку мы переползаем в такую максимально плотную концовку в этой игре свои козыри альтернейт начинают из рукава доставать чем ответят поляки пока непонятно им ничего сложного не надо делать просто отстреливать по заходящим то есть грубо говоря предыдущая придумка если бы опорники на планете б сделали два минуса лучше 3 все бы развалилось то есть они то тоже свои позиции не покинули они стояли да возможно в заблуждении инфа тиммейтов их там вела каким-то образом но свои то минусами не сделали и к ним также вопросы так стф на вычислении глубокий смачок уже прошел контроль коннектор отпущен но он организовывается мы то видим что атака идет опять таки давит на больную мозоль на точку б близко хопа морейте хорошо позиции на 90 ему известно попытается врубиться но здесь все очень печально для отрезается хопа вот этой вот позиции он будет просто выманивать ой 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 луз бомба не поставлена и последний этот стфн люркер без бомбы остался бомба на точке b времени 20 секунд нужно нестись на скорости света в плент б луз не отпустит этот раунд обязан выиграть так происходит он знал откуда будет идти стфн 12 11 казалось бы как можно было такое проиграть просто не дачек плента b вот вам все слишком много смаков накидали сами в них потерялись и подумали что на точке будет двое на точке было трое плюс четвертый подошел агрессивненько луз неожиданно кстати для соперника тот пытался выпрыгать резиновый мячик за ящики ему это не удалось похоже что тушите свечи ну хотя от такого тоже могут отстреляться пока есть некоторый гернат который позволяет форсировать остановку бомбы то есть отсмочились забросили и уйти в более-менее адекватной для себя позиции единственный вид конечно что эта позиция является сдвоенной тут как бы столпотворение и давка может возникнуть против четырех соперников а с другой стороны молотов дым две флешки уже одна осталась ну и вот вот это наверное позиция самая крутая у тизи она и от нее многое будет зависеть бомба как раз таки под него стоит на бомбу бросается пусть китов о-хо-хо-хо вот это было красиво тиммейт сидит диффузит бомбу ну и не по нему а сразу по сопернику пришелся спрейт 13-11 после диффуза этой бомбы и смотрим на деньги господ из Германии альтернет у них напряженка серьезная и все опять таки в распоряжении только лишь пистолет надежды и вера лучшая флешка прилетает с тфн не дают на дальнюю дистанцию работать против снайпера кстати давненько такого не было у прайдов ну там и смачок сработал в пользу атаки можно беспрекословно занимать миддл а вопрос как с ним работать дальше это конечно интересно по идее все должно быть без шансов для альтернэйта особая схема не видится занятиями да окей тут в пору бы больше пришлись из дешки в такой дистанции и как ты с деглом работаешь парня под ником Морельзи его 20 патронная эмочка бьет без промаха дважды по головам Сайерсон последний был у нас один сегодня товарищ с ником начинающимся с экран такой замечательный оставался последний 14-1 с пауза залетает тактическая ну и последний момент обсуждения которые могут использовать они естественно используют дабы перевернуть нужное русло эту игру не будет такового это четкие 2-0 друзья напоминаю что в активе у прайд имеется уже взятое имя собственноручно выбранная карта по пикубану именно трейн они выбирали и если сейчас будут сильнее на мираже то с командой альтернэйт на этих квалификациях можно будет попрощаться а завтра будет польское дерби довольно таки интересно коллектив тим эгоу уже сегодня был сильнее своих соперников ну и вот так получается что две польские тимы сойдутся нос к носу не завтра я сказал завтра сойдутся послезавтра это будет тут еще тоже не все закончено грубо говоря ну не камбэк длиной в жизни нужно альтернет делать у них в активе 14 раундов буквально до 13 доползаешь до отметки не отдавая ни одного денег нет у соперника подарочные 14 и все можно даже чисто не доходя до допов играть единственное что ошибок допускать уже не стоит то есть если в дефе они моментально после паузы поняли что делать то здесь нужно какой-то второй раунд ну вот он построение миниса застали врасплох минус он уже в коннекторе то есть ну и тем не менее дефолтная схема 2.2 по плентам сохраняется middle можно оккупировать атака, чем она пока пользуется целиком и полностью. О-о-о-о! Пахнет жареным. Ну, пахнет жареным для Рица. Не сориентировался. Реактивности перевода прицела у него не хватило. Тизиан был сильнее в этом моменте. Уже 5 в 3. Ну и вот то, что нужно сделать. Собраться все вместе, выйти на одну точку. Каковой бы она ни была, в любом случае вы будете преимущественно на двух игроков, даже если там укрепление в троих. Не стоит только разбиваться на звенья или не дай его сольно играть, как в этом моменте. Минус Хюнден. Хорошая в перспективе позиция, да, на отсечениях ЛПН. Луз будет сильнее. Плюс имеется засада на Делпоне, если будет ставиться бомба. О-о-о! Там и второго может похоронить. Его вовремя для себя падает, пытается спрей через ящик. Не получается у него сделать это. Легкий дэмэдж по Сайрсену. На этом все. Но 3 в 3. Ретейк можно организовывать. Медленно. Тем не менее, диффузки-то и есть, все правильно. У Прайдов знают они позицию под номером 1, знают позицию под номером 2. А третьи только могут догадываться. Я имею в виду коннектор. Вот теперь на коврах становится сюрпризом для них. Позиционка Тизена, хотя он там сделал фраг и остался. Даже не выпадал. Диффуз Макина, наглости, боже! Дарла! А какая разница? Какая разница? Раунд взят. И это матч-поинт для Прайдов. Печально. Вот понимаете, что печально именно такими моментами немцы проигрывают. Хотя это обычный компонент. Ниндзя диффуз. Как-то вот раньше все удивлялись, но теперь все чаще и чаще. Ладно, смотрим, что будет дальше. Пока в одних матч-поинт, другие могут бороться только за овертаймы. И выигрывая их, только выходить на третью карту. Но силы в себе найти нужно. Тот самый. А, это даже на окно смог. Интересно. Не проконтролил я его полет, к сожалению. Да. Это смачок на джангл. Интересно. Дают понимание, что будет выход опять-таки на точку А. Пытаются ввести в заблуждение своих соперников. Но не идут. Бомб выпадает. Плюс инфа для прайдов. Теперь можно сосредоточиться как раз-таки на ближайших позициях к вороне ее. Ну, тут бражирующий СТФН есть. Пошло перестроение. Там, кстати, интересно, что затесался восьмерочка. Луз уже на телевизор. Ему в спину дышит чувак. И это СТФН. И СТФН получает по голове. Без контроля от автодиректора. Наглеца. Двоем осталось атак. Печально все. Бомба в полупозиции находится. Плюс укрепленная точка А. Идут просто-напросто на убой. Да. Тому так и быть. Прайд. 16-1. Сконстатируем факт их победы. И на второй карте, на мираже. Я располагал, что, скорее всего, очень удобные карты, получается, в этом пикабане. В этом матчапе для польской пятерки. Они по факту, точнее, по праву выигрывают здесь на двух. Не знаю, как бы было все, если бы дошли мы до Инферно. Но и Трейн, и Прайд. Ой, и Трейн, и Мираж. Они играть действительно умеют против такого соперника, который позволяет с собой такое делать. И диффузить, и друг друга убивают. В общем, как есть. Альтернейт с квалификацией прощается. За Прайдами будем иметь честь понаблюдать еще послезавтра. Напомню, с Тимой Гоуни будут играть также поляками. Это будет в 6 вечера по Москве, Киеву и Минску, если я ничего не путаю. Ну, а на сегодня, друзья, все. Спасибо всем, кто был здесь от начала до конца. Надеюсь, вам скины падали. Кому не падали? Так тоже бывает. И ждем вас завтра на трансляциях с ЛТВ. Опять-таки, европейской квалификации. Все. На этом спокойной ночи вам. Всем добра. ЕГейминг Бэтс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОП. Ты точно знаешь, кто победит. Редактор субтитров А.Семкин